Необходимо отметить, что подобные полеты носят регулярный характер, и мы не намерены отказываться от данной практики. В дальнейшем планируем осваивать новые районы боевого патрулирования, обращая особое внимание на модернизацию самолетов стратегической авиации. Глобальное патрулирование, надо сказать, очень тревожит США и НАТО, хотя сами занимаются тем же самым. Но нервишки все же почему-то шалят. Да вот недавно на Мюнхенской конференции министры иностранных дел Лаврова спрашивали о нашем патрулировании с пристрастием. Господин министр, несколько недель назад из Копенгагенского аэропорта в Варшаву вылетел самолет и чуть не столкнулся с российским военным самолетом, который находился в международном пространстве. Почему военные самолеты России осуществляют пролеты по международному пространству с отключенными транспондерами так, что они невидимы практически? Это как большой черный грузовик на улицах ночного города, без плеченых габаритных огней. Когда вы прекратите такие действия? Знаете, у нас существовала разветвленная сеть механизмов двусторонних между Россией и НАТО, в Совете России и НАТО. И был проект так называемый Common Airspace Initiative, совместная инициатива по воздушному пространству. Сейчас все это заморожено, хотя в рамках этих механизмов вполне можно было договариваться о том, чтобы избегать опасной военной деятельности. Что касается конкретно темы активности военно-воздушных сил, то у нас есть соответствующая статистика, которая показывает, что активность на НАТО возросла неизмеримо больше, чем на стороне России. По-моему, в конце января наш постоянный представитель, посол Грушко, встречался с Йенсом Столтенбергом ровно на эту тему и передал ему такой факт-шит с изложением статистики, которая нами ведется. Так что мы открыты к созданию, вернее, к воссозданию механизмов взаимодействия. Ну, наверное, это будет способствовать дополнительному появлению темных пятен в наших отношениях и не будет помогать прояснять намерения друг друга. Пока же не договорились, будем летать в таком режиме, в каком летаем. Из города Энгельса, с базы ВВС России, откуда стратегические бомбардировщики уходят за тысячи километров на патрулирование планеты. Репортаж Алексея Петрова. То, что для одних рев двигателей, для Энгельса настоящая музыка. Такие симфонии теперь звучат почти каждый день. Вылеты один за другим. Неизменный атрибут. Поднимают флаг ВВС и запускают сигнальную ракету. Двана я первому взлет расчет на разрешение. Над территорией России ракетоносцы идут в сопровождении наших Мигов-31. А это уже полет над нейтральными водами. Обходят Норвегию. И вот рядом появляется норвежский F-16. Сначала следует параллельным курсам, с этим снижается. Потом появляется чуть выше. И вот уже две машины сопровождают российский Ту-95. С советских времен осталось выражение летать за угол, то есть огибать Скандинавию. Традиционная зона присутствия российских ВВС. Так же, как и район Северного моря. Летчики говорят про этот маршрут входить в бутылку. Когда Ту-95 еще только находятся у берегов Норвегии, уже поднимают авиацию другие государства. Вот появились немецкие фантомы F-4. А это Еврофайтер. Голландский летчик внимательно следит за российским стратегом. Не спит и английская авиация. Вот поднятый в воздух торнадо ВВС Великобритании. Поднимают свой самолет-заправщик, который позволяет выдерживать, ну, подольше, чтобы они висели, могли нас сопровождать. И сопровождают нас в течение, так сказать, двух-трех часов вокруг Англии. Одни и те же пилоты. То есть они подходят буквально метрах, ну, не знаю, 70, крыла становятся. То есть выполняют свои задачи, там, пофотографировали, помахали, пофотографировали друг друга. Ну, бывает, ему скажешь, подойди поближе, там, покажи вооружение. Подходят, встал, показал. Мы летали из западного повередения Соединенных Штатов Америки и над Северным полюсом. Мы тренируем экипажем и проверяем работоспособность нашей техники. Мы летали, летаем и будем летать. И пускай никто не выдумывает там, ни одну границу мы никогда не нарушали, нарушать не собираемся. Для гражданской авиации, уверяют военные летчики, никаких угроз. Мы выполняем полеты согласно международных правил. Заранее перед нашим полетом подается также флайплан, который могут спокойно осведить, где мы что. Увеличить зону охвата помогает дозаправка в воздухе. Ее выполняют настоящие асы. Скорость в этот момент примерно 600 километров в час. Расстояние между самолетами 20 метров. Легендарный «медведь», как прозвали этот самолет американские летчики. Одна из основных машин отечественной дальней авиации. Ту-95МС. Огромные винты. Каждая лопасть почти два метра. Никаких трапов нет. Это не гражданский лайнер. Приставная лестница. Таким же путем попадает в кабину и экипаж. Посмотрим, что внутри. Здесь, кстати, достаточно просторно для боевой машины. Кресло и рабочее место бортинженера. Здесь дальше штурманское. Тут еще, кстати, небольшая духовка. Можно приготовить пищу во время полета. Ну или, по крайней мере, разогреть все условия. Ну и, наконец, мечта любого выпускника летного училища. Кресло командира стратегического ракетоносца. Техника добротная, но пора модернизировать. Это, прежде всего, модернизация бортового электронного оборудования, бортового вооружения. Ракеты новые будем ставить на данные самолеты. Ну и, естественно, это точность, это повышение навигации точностных характеристик. Это дальность полета, это продолжительность полета. Это полеты в любых районах мира. Обновление уже идет. Вот «Белый лебедь» Ту-160. Эта машина, кстати, носит имя легендарного советского военного летчика Василия Решетникова. На авиазаводе в Казани устанавливают новое оборудование. А сам Василий Васильевич в свои 95 даст фору кому угодно. Бывший командующий дальней авиацией, герой Советского Союза, более 300 боевых вылетов. В 1942 он бомбил Берлин. В советские годы лично координировал внедрение новой техники. Самолет Ту-160. Я тогда был тоже председателем государственной комиссии по созданию этого самолета. Он с первого раза получился вот таким красавцем, каким он летает сейчас. Это замечательный самолет с огромными боевыми возможностями и с перспективой. А историю в Энгельсе берегут. Создали свой музей под открытым небом. Вот с этого самолета и начиналась наша стратегическая авиация. Первый советский бомбардировщик такого назначения. Его создали в конструкторском бюро Мясищева, начало 50-х. А этот экспонат в музее называют «царь ракетой». Считается, что она была одним из главных аргументов Советского Союза в разгар Карибского кризиса. Вот одна из модификаций Ту-95, которую называли «убийцей авианосцев». Рядом Ил-62, когда-то борт номер один ВВС Польши. А на этом Ан-2 отрабатывал прыжки с парашютом курсант Юрий Гагарин. Экскурсия в музее постоянно. Среди самых известных посетителей тогда еще сенатор Барак Обама. Он был здесь 10 лет назад. Вопросов особо не задавал, но слушал с интересом. О самолетах директор музея может рассказывать часами. Самолет, знаете, как жена. У нее есть достоинства и недостатки. С достоинства надо любить, а с недостатками надо мириться. Может, поэтому на аэродроме не скупятся на добрые слова для своих самолетов. Каждый когда-то свою карьеру, воинскую карьеру, начинал с какого-то конкретного самолета. И конкретному самолету всю жизнь эта любовь горит. Это наша красавица, наша работа, понимаешь, наша цель, наш защитник нашего отечества. И таким людям самолеты отвечают взаимностью. Алексей Петров, Станислав Пономаренко, Андрей Ражев. Вести недели. Энгельс. Саратовская область. Большая утрата для отечественных...